Было время, когда я учился на медицинском факультете, и в то время я не понимал, сколько надо изучать саму науку и посвящать этому много времени. Это должно быть своего рода хобби всей твоей жизни, когда будет интересно твое дело, и результат не заставит себя ждать. Но медицинский я не закончил, ушел со второго курса, а через какое-то время столкнулся с проблемами здравоохранения, о которых даже помыслить не мог. Врачи не знают своего предмета и лечат по самой удобной схеме, а точнее выписывают различные таблетки и другие медикаменты, которые предписаны протоколом. Но результат недолговременный, заглушив симптомы заболевания, болезнь снова возвращается, иногда с новой силой. Доверчивый пациент и к тому же очень ленивый, как правило принимает советы врача и выписку его рецепта за чистую монету, что приводит к очень часто печальным последствиям. К примеру, в случае боли в спине или коленях сотрудник лечебного учреждения часто выписывает пациенту нестероидные противовоспалительные средства. Эти средства подавляют выработку молекул боли, подавляют иммунную систему, клетки которой в конечном итоге запускают процессы деления мышечных стволовых клеток и их дифференцировку. В итоге вместо новых мышечных клеток начинают появляться коллагеновые волокна, которые не обладают свойствами мышечных волокон, а по сути дела это уже не функциональная ткань. Это примерно как рубец, не имеющий своих сосудов, называющихся фиброзом. Со временем эти фиброзы отвердевают и, что хуже всего, они начинают давить рядом на лежащие сосуды, затрудняя таким образом ток крови и лимфы. Это создает условия для воспаления мышечных волокон, получавших питание из зажатых сосудов. И, конечно же, в конечном итоге возникает новое выделение молекул боли иммунными клетками. Пациент из-за возникновения новой боли снова обращается к врачу, и врач снова назначает нестероидные противовоспалительные средства. Возможно, кроме нестероидных противовоспалительных средств назначается и другая химия в виде витаминов и всяких разных хондропротекторов. Но в любом случае нестероидные противовоспалительные средства затрудняют и ослабляют восстановление мышечных волокон, в связи с чем мышца уменьшает количество функционирующих волокон и приобретает фиброзы. Чем дальше заходит дело, тем хуже, вплоть до операции и последующим приемом обезболивающих таблеток. Кроме того, что это отражается на функциональности мышц, интоксикация любыми таблетками и инъекциями – это удар по внутренним органам, таким как печень, поджелудочная железа, почки, кишечник, сердце и другие. Все это делает человека вследствие зависимым от таблеток, особенно что касается людей со слабой силой воли.